Ну что, в прошлый раз мы рассматривали необходимые достаточные условия интегрируемости и рассмотрели различные классы интегрируемых функций. Показали, что непрерывные функции заведомо интегрируемы, но и различные классы функций, которые могут быть разрывны, тоже могут быть интегрируемыми. Например, монотонные функции. У них могут быть точки разрыва, но они заведомо интегрируемы. Показали даже, что такой своеобразный класс функций ограниченных, но у которых все точки разрыва можно покрыть конечным покрытием суммарной длиной интервалов меньше, чем ε, тоже являются интегрируемыми. И даже привели пример функции, у которой бесконечно много точек разрыва, но которая удовлетворяет указанной теореме. Ну, возникает вопрос, конечно, ну а насколько сильно можно рвать функцию, чтобы она все-таки оставалась интегрируемой? Можно ли выйти за рамки той теоремы, которую мы доказали? Ну, полностью теоретические исследования проводить не будем. Это потребовало бы, ну, не таких уж их больших, но все-таки определенных временных усилий. А рассмотрим пример, показывающий, насколько сильно можно порвать функцию. Рассмотрим функцию, которая нам уже знакома. Функция Риммана, которая равна нулю и рациональных точках. А вот в рациональных точках, если х представима в виде m поделить на n, где m поделить на n – несократимая дробь, m – это целое число n натуральное, то в рациональной точке значение функции равняется единице на n. Мы уже исследовали эту функцию, показывали, что у нее существует предел каждой точки области определения. Существует предел функции f от х при х, стремящемуся к а, и он равен нулю. В любой точке х, хоть в рациональной, хоть в иррациональной. Предел совпадает со значением функции в иррациональных точках и не совпадает в рациональных. Поэтому точки разрыва – это те точки рациональные. То есть на каждом сегменте функция имеет бесконечно много точек разрыва, счетное число, но точки разрыва невозможно покрыть конечным покрытием с суммарной длиной интервалов меньше, чем эпсилон. Потому что если мы возьмем интервалчики и общая длина их меньше, чем эпсилон, очевидно, что у нас останутся точки разрыва, потому что они так плотненько заполняют всю числовую прямую. И тем не менее покажем, что существует интеграл для простоты от нуля до единицы. На самом деле интеграл по любому сегменту АВ от функции f от х по dx, и он равен нулю. То есть по определению покажем, что число 0 является пределом интегральных сумм. Так, схематично изобразим график функции на сегменте от нуля до единицы. В точках 0 и в точке 1 значение функции равно единице. Вообще говоря, заметим, что f от х ограниченная функция. Можно было бы написать, что она по модулю меньше единицы. На самом деле она от нуля до единицы располагается. Но на сегменте 0 и 1 значение 1 принимается всего в двух точках. 0 и 1, которые описываются дробями. 0 первых и 1 первая. Значение 1 вторая принимается тоже в одной точке. 1 вторая. Значение 1 треть принимается в двух точках. 1 треть и 2 третьих. Значение 1 четвертая принимается в точках 1 четвертая и 3 четвертых. Вот 2 четвертых, это точка 1 вторая, там значение 1 вторая равно. Поэтому есть пара точек, где там 1 четвертая. Несколько точек, где значение 1,5, какие-то точки, где 1,6 и так далее. Вот такое вот размытое облако точек. Но теперь можно заметить следующее. Фиксируем любое ε больше 0. Наша задача показать, что выполнено определение предела интегральных сумм при диаметре разбиения, стремящемуся к нулю. И, в частности, этим пределом является число 0. Поэтому фиксируем произвольное ε больше 0. А дальше заметим следующее. Возьмем полосу от 0 до ε. Вот высота вот этой полосочки в точности ε. Сколько точек у нас располагается выше этой полосы? Много. Но, действительно, да, конечное число. По ε мы можем найти число L от ε. Число точек на интервале 0,1 таких, что f от x. Я так напишу x и t. Или давайте обозначим их это и t. Больше, чем ε. И от 1 до L. Вот какие-то вот у нас есть точки. Теперь будем рассматривать любое взбиение x-катэ с диаметром, не превосходящим Δ от ε. А в качестве Δ от ε мы возьмем следующее число. Давайте разделим наш сегмент на такие маленькие кусочки, что диаметр меньше, чем ε пополам. Сейчас. Давайте возьмем здесь ε пополам. Для красоты, как обычно. Итак, диаметр берем настолько маленьким, что он меньше, чем Δ, равное ε пополам. Поделить на, я здесь еще напишу, 2L от ε. Разрезали наш сегмент на маленькие кусочки. Составили интегральную сумму. Для каких-то внутренних точек ксикатэ. Рассматриваем разность между интегральной суммой и претендентом на звание предела. То есть числом 0. Ну, ввиду того, что все слагаемые у нас в интегральной сумме неотрицательны. Это будет сумма по всем частичным сегментам. Значение функции в каких-то точках ксикатэ умножить на Δxкатэ. А теперь эту сумму разобьем на две суммы. У нас есть сегменты, на которых, вот этот вот сегмент, есть точки, в которых функция больше, чем ε пополам. А есть сегменты, вот это вот первого типа, а есть сегменты второго типа, на которых нет точек, в которых функция меньше, чем ε пополам. Вот отдельно выделим те сегменты, на которых чего-то выползло выше границы, и все остальные сегменты. Вот это сегменты первого типа, это сегменты второго типа. И теперь оценим каждую из этих сумм в отдельности. Сумма первого типа, она, это там, где есть точки, это и т. Сумма второго типа, где нет точек, это и т. Каждая из этих сумм оценивается по-своему. Ну, здесь можно даже знак равенства поставить. Для первого типа. Значение функции в каких-то точках. Ну, тут у нас могут быть какие угодно точки, например, даже вот эти крайние. Но значение функции уж заведомо не превосходит единицу. Потому что у нас функция везде ограничена единицей. Поэтому первая сумма не превосходит 1 умножить на сумму длин сегментов первого типа. А для сегментов второго типа значение функции не превосходит епсилон пополам. Поэтому это не превосходит епсилон пополам умножить на сумму длин сегментов второго типа. Теперь нам нужно оценить сумму длин сегментов. Длина каждого сегмента не превосходит диаметр. Поэтому каждое дельта и их скаты мы заменяем на максимум, на диаметр, который не превосходит дельта от епсилон. Поэтому это не превосходит 1 умножить на длину диаметра или даже еще грубо оценим вот на такую величину. Епсилон пополам на 2L и умножить на число вот этих слагаемых. То есть каждая слагаемая не превосходит вот такую величину. Длина сегмента не превосходит вот эту оценку. А теперь вопрос. А сколько у нас таких слагаемых, где хотя бы одна точка, ну, выползла выше? L. Ну, точнее, на самом деле, 2L. Точнее, меньше равно, чем 2L. Потому что у нас слагаемых, где хотя бы одна точка, может быть, присутствует, где мы выползли выше полосы, и их не более, чем 2L штук. Потому что точек у нас всего L. И случайно может оказаться, вот, смотрите, вот здесь вот я вот так проведу границу, да? Одна точка может нам испортить максимум два смежных сегмента. Если она оказалась граничной, она принадлежит и левому, и правому сегменту. И она, одна точка, может испортить нам максимум два сегмента. Поэтому всего слагаемых здесь не более, чем 2L штук. Ну, и несложно заметить, что все слагаемое не превосходит ε пополам. Потому что что-то там посокращалось. А теперь сумма длин тех сегментов, где функция не выползает за пределы полосы. Самая грубая оценка, сумма длин этих сегментов уж во всяком случае не превосходит длину сегмента от нуля до единицы, то есть не превосходит единицу. То есть вот это вот меньше равно единиц. И что мы получили? Для любого ε большего нуля существует диаметр разбиения, зависящий, конечно, от ε. Ну, сложно зависит, как L от ε вычислять. Это вот какая-то нелинейная зависимость. Ну, она точно есть. Так вот, для любого разбиения с диаметром, не превосходящим Δ, и вообще говоря, для любого выбора внутренних точек, интегральные суммы отличаются от нуля не больше, чем на ε. А это и означает, что существует пределы интегральных сумм, которые сходятся к нулю. Ну, и значит, действительно, интеграл от нуля до единицы функции Риммана существует и равен нулю. При этом функция разрывна во всех рациональных точках, и ее точки разрыва покрыть конечным покрытием суммарной длиной интервалов меньше, чем ε не получится. Тут точки разрыва, вот они размазаны по всему отрезку от нуля до единицы. Просто их вырезать отдельными кусочками не получится. Вывод. Функции могут быть очень сильно разрывными, но тем не менее интегрируемыми. Ну, вопрос возникает, вот где предел? Ну, мы почти что дошли до предела. Ответ примерно такой, что функция интегрируемая, если множество точек разрыва, это множество меры 0, но тогда надо определить, что такое мера. Вот. Это будет изучать отдельно вопрос меры, измеримых множеств и так далее, в курсе функционального анализа, где-то на третьем курсе. Ну, и тогда узнаете окончательный ответ. Но можно сформулировать такое достаточно, опять-таки, условие. Если множество точек разрыва счетное, то тогда, и функция ограничена, то тогда функция интегрируемая. Вот у функции Дирекле множество точек разрыва счетное, поэтому она интегрируемая. Счетное множество, они множество меры 0. На этом изыскания связаны с, так скажем, порчей функций. Насколько сильно можно испортить хорошую непрерывную функцию с тем, чтобы она все-таки осталась интегрируемой. Эти изыскания закончим. Ну, и перейдем к следующему блоку вопросов. Когда мы рассматривали непрерывные функции, мы доказывали, впрочем, как же и для дифференцируемых функций, доказывали ряд утверждений. А именно, сумма разность произведения частные непрерывных или дифференцируемых функций и суперпозиция непрерывных или дифференцируемых функций, в свою очередь, являются непрерывными или дифференцируемыми функциями. Попробуем доказать соответствующее утверждение и для интегрируемых функций. Но здесь не все так просто будет. Начнем с суперпозиции или сложная функция. Рассмотрим, опять-таки, пример. Рассмотрим функцию f от x. Только что благополучно стертая функция Риммана. Единицы на n, если x равняется m на n, рациональное число, и 0, если x иррациональное. Это функция интегрируема. Например, на сегменте от нуля до ницы, впрочем, можно показать, что и на сегменте от, допустим, минус единицу до единицы функция интегрируема. Схема доказательства точно такая же, как была приведена. Не сильно это все зависит от сегмента. На любом сегменте конечном функция интегрируема, и интеграл у нее равен нулю. И рассмотрим функцию g от y. Вот такую. Единица, если x больше нуля, и 0, если x равен нулю. y тут здесь будет у нас стоять. Пункция интегрируема на любом сегменте, потому что она ограничена, и у нее всего одна точка разрыва. График функции легко нарисовать. Почти везде единицы, и только в нуле 0. Поэтому на любом сегменте конечном от а до b функция является интегрируемой. Вопрос. Да. Вот так. Хотя нас на самом деле интересует от нуля до единицы сегмент. А теперь давайте рассмотрим сложную функцию. h от x равную g от f от x. Чему она будет равна? Если x иррациональная, внутренняя функция равна нулю, внешняя функция дает 0. А если x рациональная, то внутренняя функция дает какое-нибудь положительное значение, а тогда внешняя функция дает единицу. И суперпозиции этих двух функций будет уже функция дирекле, которая неинтегрируема ни на каком сегменте. Таким образом, в общем случае, суперпозиция двух интегрируемых функций может быть неинтегрируема. То есть, в отличие от теорем, которые у нас были для непрерывных или дифференцируемых функций, где суперпозиция непрерывных или дифференцируемых функций была обязательно, соответственно, непрерывна или дифференцируема, здесь такой результат уже не имеет места. То есть гарантировать, что суперпозиция интегрируемых будет интегрируемой, нельзя. Есть пример, когда все хуже. Значит, надо что-то потребовать дополнительное, чуть больше, чем просто интегрируемость. Например, от внешней функции. Можно потребовать, например, так называемое свойство липшицевости. Дадим определение. Функция g от y Липшицева. Или удовлетворяет условию липшица на некотором множестве x. Ну, чаще всего рассматриваем интервал или сегмент. Липшицева иногда пишут с константой с больше нуля. Иногда не отмечают само значение констанции, подразумевают, но она есть какая-то, но ее значение конкретное нас не слишком сильно и волнует. Главное, что она есть. Иногда выписывают Липшицева с константой и вот значение константы волнует. Условие Липшица, оно следующее. Для любых двух точек y' и y2' принадлежащих давайте множество y обозначим. Множество y f от y' g от y' минус g от y2' не превосходит c умножить на разность значения аргументов, на модуль разности. То есть функция Липшицева, если разность значений функции в двух точках, можно оценить сверху константа, вот та самая константа Липшица, умножить на разность значений аргументов. Какие функции являются Липшицевыми? Можно показать следующее. Лемма 1. Если функция g от y Липшицева на множестве x, на множестве y, то она равномерно непрерывна на множестве y. То есть на самом деле Липшицевы функции достаточно хорошие, непрерывные, не просто непрерывные, а равномерно непрерывные на соответствующем множестве. Доказательство здесь тривиально и сразу опирается на определение Липшицевости и равномерной непрерывности для произвольного ε большего нуля рассмотрим Δ от ε равное ε поделить на c, где c это константа Липшица из условия. Тогда для любых двух точек y' и y' таких, что разность между ними не превосходит Δ, значение функции в этих точках по условию Липшица отличается не больше, чем на c и на разность значений аргументов. Это в свою очередь отличается не больше, чем c умножить на Δ от ε, если разные значения меньше, чем Δ. Ну, а с учетом того, чему равно Δ, то есть ε поделить на c, это в точности ε. И мы получили классическое определение равномерной непрерывности. Для любых двух точек, отличающихся не больше, чем на Δ, функция отличается не больше, чем на ε. Для ε существует Δ и так далее. то есть Липшицевые функции это заведомо равномерно непрерывные функции. А как определить Липшицевость функции? Лемма 2. Пусть функция y равня... Там что-то там... z равняется z от y. Определена на интервале или на сегменте А, B может быть бесконечным. Имеется в виду, А может быть минус бесконечностью, B может быть плюс бесконечностью. Дифференцируемо на этом множестве. И производная функции на этом множестве ограничена константой c. То есть функция дифференцируема с ограниченной производной. Тогда функция Липшицева с константой c. То есть из ограниченности производной на хорошем множестве интервал, полупрямая, вся числовая прямая, следует Липшицевость на этом множестве. Докажем это утверждение. Есть у нас интервал А, B. Возьмем на нем произвольные две точки y' y' так как функция дифференцируема на всем интервале А, B, то уж во всяком случае на сегменте y' 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 к функции можно применить теорему Лагранжа. И по теореме Лагранжа для сегмента y' y' разность значений функции в точках y' y' равна производная в какой-то промежуточной точке это умножить на длину сегмента. Но производная везде у нас ограничена константой c. Поэтому последняя величина не превосходит c умножить на длину сегмента. Но это и есть условие липшица. Таким образом если у нас функция с ограниченной производной то она заведомо Лившицева. Лемма доказана. Поэтому большинство функций с которыми мы имеем дело у которых есть производные на ограниченном множестве допустим на сегменте на каком-то там экспонента синус косинус логарифм полином и так далее и производной у которых заведомо ограничены на каком-то сегменте или на интервале заведомо являются липшицевыми. Но есть и функции у которых производной не существует но они тем не менее тоже липшицевы. вручную докажем что функция g от y равная модуле y липшицева с константой c равной единице. Для этого надо рассмотреть разность значений функции в двух точках это модуль y штрих минус модуль y2 штриха и все это по модулю. Очевидно что это не превосходит разность модулей. То есть если y штрих y2 штриха одного знака то здесь будет стоять равенство. а если y штрих y2 штриха разных знаков то вот это значение будет больше. Поэтому здесь если присмотреть состоит еще вот так вот один умножить вот это на самом деле есть константа c равной единице в условии липшица. То есть модуль это тоже липшицева функция с константой c равной единице. И вот теперь теорема. С каким номером? 5, 6, 7, 7. Пусть функция y равняется f от x интегрируема на сегменте ab область значений принадлежит некоторому сегменту альфа бета но если функция интегрируема она ограничена можно в качестве альфа бета взять там супремум инфинум значение функции на сегменте пусть функция z равняется g от y липшицева с константой c на сегменте альфа бета тогда функция g от f от x интегрируема на сегменте а Ashley если от внешней функции потребовать больше чем интегрируемость мы потребовали липшиц сейс это уж во всяком случае влечет за собой равномерную непрерывность а это больше чем просто интегрируемость непрерывность влечет за собой интегрируемость в обратную сторону неверно то тогда суперпозиция будет интегрируема докажем это утверждение считаем что константа c больше нуля функция f от x интегрируема а поэтому для функции f выполнено необходимые достаточные условия интегрируемости для f от x для любого эпсиона большего нуля существует разбиение x катэ такое что разность между верхней и нижней интегральными суммами для этого разбиение x катэ я внизу поставлю значок f имеется ввиду верхние нижние интегральные суммы для функции f не превосходит эпсион поделить на c а теперь рассмотрим разность между верхней и нижней интегральными суммами для функции h от x это же от f от x но прежде чем рассматривать разность между верхней и нижней интегральными суммами рассмотрим отдельный сегмент этого разбиение рассмотрим произвольные две точки это штрих и это два штриха из этого сегмента рассмотрим разные значения функции в точках это штрих и это два штриха сегмента на частичном сегменте по модулю h это сложная функция значит это на самом деле g от f от это штрих минус g от f от это два штриха функция g липшицева с константой c поэтому разные значения функции g не превосходит константа c умножить на разность аргументов а вот аргументами для функции g являются f в точке это штрих и f в точке это два штриха теперь посмотрим на вот эту последнюю получившуюся разность это разность значений функции f в двух каких-то точках сегмента а вот она не превосходит следующую величину м большое катая минус м маленькая катая где как обычно м большое катая это супремум функции f от x на катом частичном сегменте а м маленькая катая это соответственно инфинум функции f от x на соответствующем частичном сегменте что разное значение функции в двух точках не превосходит разность между супремум и инфинум по всему сегменту и это справедливо для любых двух точек ну естественно принадлежащих к этому частичному сегменту а теперь можем заметить следующее давайте обозначим м катая штрих супремум функции h на катом частичном сегменте а м маленькая катая штрих это инфинум функции h на том же самом катом частичном сегменте а дальше проведем следующие простые рассуждения что такое супремум точная верхняя грань но к супремум мы можем приближаться сколь угодно точно выбирая например по разному точке это штрих достигнут супремума мы может быть и не сможем но сколь угодно близко к нему приблизимся выбирая точки это два штриха мы сколь угодно близко можем приблизиться к инфинуму поэтому выбирая одну последовательность точек так чтобы вот это сходилось мк т штрих а другую последовательность точек так чтобы это сходилось мк т маленькая штрих мы в пределе фактически получим следующее неравенство в силу липшицевости внешней функции разность значений супремума инфинума сложной функции оценивается через разные значения супремума инфинума внутренней функции вот это у нас оценка никак не зависит от выбора точек это штрих это два штриха поэтому это штрих это два штриха можем менять сколь угодно приближаясь к супремуму к инфинуму поэтому справедлива вот такая оценка а тогда рассмотрим вот сотру тоже разность между верхней и нижней интегральными суммами для функции h это сумма по всем сегментам разности между супремумами инфинумами функции h то есть мк т штриха и м маленькая к т штриха но каждая слагаемая не превосходит вот такую величину поэтому не превосходит c сумма мк т минус мк т на дельта хк т а вот это не что иное как разность между верхней и нижней интегральными суммами для функции f которая не превосходила напомню эпсилон поделить на c поэтому все это не превосходит эпсилон то есть в силу липшицевости внешней функции мы можем оценить разность между верхней и нижней интегральными суммами для суперпозиции через разность между верхними и нижними интегральными суммами для внутренней функции использую конечно константу липшевости c ну и получилось что для суперпозиции выполнен критерий интегрируемости и теорема доказана последнее замечание к этой теореме во-первых в силу того что например мы доказали что модуль является липшицевой функцией поэтому если функция f от x интегрируема то модуль f от x тоже интегрируемая функция на соответствующем сегменте АВ в обратную сторону вообще говоря неверно простой пример f от x равняется почти что функция Дерихле единица если х рациональная и возьмем минус единицы если х и рациональная ну точно так же как для функции Дерихле легко показывается что функция не интегрируема а вот модуль f от x равняется единице и это интегрируемая функция то есть из интегрируемости модуля не следует интегрируемость самой функции а вот, простой интегрируемость модуля Интегрируемость модуля следует, потому что это суперпозиция Липшицевой снаружи, модуль, и интегрируемые функции внутри. И последнее перед перерывом замечание – теорема 7. Штрих. Мы доказали теорему о том, что суперпозиция Липшицевой и интегрируемой функцией является интегрируемой функцией. На самом деле условие можно ослабить. Теорема 7 верна. Если G от Y всего лишь непрерывно на сегменте АВ. То есть на самом деле не обязательно прям уж Липшицевость, равномерную непрерывность. Ну точнее Липшицевость не обязательно. Достаточно просто непрерывности на соответствующем множестве. Но так как в подавляющем большинстве примеров, с которыми мы сталкиваемся, функции заодно уж будут и Липшицевыми, поэтому нам вполне хватает теоремы 7 в исходном виде. А для доказательства этой теоремы, ну, пол лекции надо потратить. Не такая уж она сложная, но несколько вспомогательных утверждений надо доказать. В учебнике трех авторов, допустим, Ильина Садовича и Сендов доказательства приводятся. В принципе, можно тебе посмотреть, но на экзамене будем считать, что теорему 7 доказываем. Хотя, так скажем, вы должны знать, что справедливая теорема 7 штрих, не обязательно внешняя функция должна быть Липшицевой. Достаточно, чтобы она была непрерывной. Ну, и сейчас перерыв 5 минут. Вопрос? Да, я переставлю чуть-чуть, понял. А чем, Липшицева, а функции с ограниченным изменением? А вы тоже на нас смотрели? Нет, функции с ограниченным изменением – это следующее. Липшицева будет функция с ограниченным изменением. Да. Под вариацией функции, точнее, под изменением. Мы берем сегмент АБ, берем всевозможные разбиения икскаты. Потом считаем F от X ка минус F от X ка минус первое по модулю и считаем сумму. То есть, вот у нас как-то функция идет. Мы взяли разбиение, например, вот я вот специально взял по максимуму и минимуму. И сравниваем значение. Вот эту высоту взяли, потом вот эту высоту взяли, потом вот эту высоту взяли, потом вот эту высоту взяли, вот эту взяли. Но могли бы и по-другому брать. Например, взяли бы разбиение вот такое, да? Мы бы взяли вот эту высоту, потом вот эту высоту. Ну, то есть, вот разность значений в точках. Просуммировали. А после этого берем супремум по всем возможным разбиениям. Если вот этот супремум равен С константе, то тогда это будет у нас функция с ограниченной вариацией. А, так называется сейчас. Да, и вот эту вот величину и называют иногда вариацией функции. Супремум по всем возможным разбиениям. Я вспомню, когда мы решали на пределы, то есть пункт с ограниченной цветом расходится. Или по цвету, как здесь, вот так. Да. Это другое, да? Липчевость немножко другое, да. Вот она... Да. Слово. Ну, когда мы интегрируемость функции Риммана доказывали, мы мастер наклеивали по оси И или по непоси Х. А нам надо заклеить точки разрыва. Нет, ну, мы же на это именно только по Х. Да, по Х. По Х тоже? Нет. А зачем нам И? Нас не интересует, насколько она там рвется высоко, она убегает вверх, вниз. Мы заклеиваем точки разрыва. Мы же закрыли, по сути, близость И к равен нулю. Топ, еще раз. Когда мы рассматривали функцию Риммана, мы не можем заклеить все точки разрыва. Я не можем, но мы именно вблизи... А мы их и не заклеивали, там другой принцип. Мы просто посмотрели, вот в этой полосе... Мы сказали, что функция находится в этой полосе, почти что ноль. Вот. А что у нас снаружи? Вот тогда вот то, что снаружи, да, вот они вот у нас. То есть это мы не заклеили? Это мы не заклеили, это мы сказали, функция почти ноль. Функция не превосходит эпсилон пополам. Да, а потом уже, да, вот эти вот фактически заклеили, да. А вопрос, а у слившейся функции с константой С, а почему мы про константу С нигде не говорим, что она минимальная? Ведь такая-то вообще... А нас не интересует минимальное, максимальное значение. Нас интересует какое-нибудь значение. Главное, чтобы она была, да. То есть... Никак не называется? Нет, нет, нет. Даже иногда и не говорят, с какой конкретной константой. Допустим, функция Е в степени Х на сегменте А, Б. Заведомо Лившицева. Потому что у нее есть производная, тоже экспонент, которая меньше константы. Нас не волнует. Мы можем догадаться, что это, наверное, будет Е в степени Б. Константа минимальная. Но нас само значение константы не очень-то волнует. Нас интересует, там, вот, есть она или нет. А нам она нужна как раз-таки для того, чтобы мы могли определиться. Мы же теперь про определенный интеграл. Да, да. Нас интересует даже сам, в принципе, принцип интегральной суммы, там, сходится к некому пределу или нет. Разница между верхними и нижними маленькая или нет. Вот константа позволяет сказать, да, маленькая, потому что там, вот, основная сумма маленькая и умножается на константу. Вот. А на какую константу, неважно, потому что предел все равно 0 будет. Еще такой вопрос. Вы же, получается, приближенный считали интеграл? То есть некоторые функции там очень сложно посчитать, да? Поэтому вот эти вот придумываем методы, там, что, допустим, разобьем на ремоугольнике, условно говоря, да, и таким образом можно... Ну, по приближенных методах вычисления интегралов у нас отдельная лекция будет. Да, это будет тематика, как считать приближенные интегралы. Я просто по ней как раз хотел спросить, а немножко это... А про Симпсоны посмотрел его? И метод Симпсоны у нас тоже будет. Да, и он как-то не такой очевидный. Ну, нет, там, на самом деле, идея такая. Вот у нас вот разбиваем, да, на кусочки. Да. Берем отдельные кусочки, я вот его выделю, да? Да. Вот, вот так вот, да? Вопрос, чем его приблизить? Параболы пытаемся. А вот дальше, на самом деле, идея следующая. Мы пытаемся... Мы от чего умеем хорошо считать интеграл? От полиномов. Поэтому пытаемся приблизить полиномом нулевого порядка, константы. Получаем метод прямоугольник. Дальше смотрим, а можно ли приблизить полиномом первого порядка, прямой линии. Получаем метод трапеции. А если попробовать полиномами второго порядка? Получаем параболу. Параболу, опять-таки, на самом деле, там есть целое многообразие и методов прямоугольников, и метод трапеции, и метод парабол. Почему? Это я вот сейчас взял и через граничные точки провел. На самом деле, это не лучший способ, мы тоже покажем это. Можно проводить прямую, чтобы ее провести, нам нужно две точки. А с чего мы решили, что хороший выбор – две граничные точки? На самом деле, окажется, что это не лучший выбор. Существуют две промежуточные точки, через которые... А вот надо, мы технологию покажем, да, нет, нет, даже не точно. Там ответ примерно такой, если вот это С, а это минус С, то точки надо брать С поделить на корень из трех, С минус корень из трех. Интересно. Вот, когда мы выпишем методологию, станет понятно, что на самом деле все считается. Вот. Метод Симпсон, это когда парабола берется через раз, два, чтобы кривую второго порядка, на три точки взять. Вот взяли через три точки, вот она как-то вот так вот прошла. И построили параболу через три точки, а потом ее проинтегрировали. Просто все там в лоб вычисляется идею. Вот. А можно взять четыре точки и построить кривую третьего порядка, и ее проинтегрировать. А можно взять 17 точек, построить кривую там, соответственно, общего порядка, проинтегрировать, получить... Да. И каждый новый метод будет в некотором смысле лучше, чем предыдущий. А я правильно понимаю, что получается, когда мы получаем прямоугольники, это сейчас не куча, да, на 70-х? Нет. Нет, нет. Нет, это разные методы, вот разный класс методов. На самом деле, получается, класс методов, мы можем выбирать все больше точек, более сложный метод. Он больше требует вычислительных ресурсов, потому что больше читать, но более точно, да. И надо смотреть, что вот оптимально, вот, и так далее. Это, на самом деле, у вас отдельно будет курс численных методов, где там целый год будете разбирать решения интегральных, дифференциальных и прочих уравнений. Вот, а мы только прикоснемся. Да. Да. Нам попало, Гаверкина, по браку ВВМ, определенно не игралось считать. Мне попался метод Синсона, правда, я... Это разберем, очень скоро причем, да. Ну что, рассаживаемся и продолжим. Так, ну что, поговорим. Мы говорили об интегрировании суперпозиции. Теперь несколько слов, но теперь, на самом деле, все будет просто, про интегрирование суммы, разности, ну и, можно сказать, и о линейных комбинациях интегрируемых функций. Теорема 8. Пусть f от x и g от x интегрируемы на сегменте АВ. Тогда h от x, g от x плюс f от x, или плюс или минус, интегрируема на сегменте АВ. И более того, интеграл от А до B, h от x по dx равен, соответственно, сумме или разности интегралов от g от x и от f от x. То есть, вот сумма и с разностью все просто. Сумма интегрируемых интегрируемых, более того, интеграл от суммы равен сумме интегралов. Докажем это утверждение схематично. g от x и f от x интегрируем. Это значит, что интегральные суммы для g сходятся к первому интегралу. Давайте вот это обозначим и 1. А вот это обозначим и 2. Интегральные суммы для функции f сходятся к своему интегралу. То есть, для любого ε существует дельта такое, что при мелком разбиении для любых внутренних точек интегралы мало отличаются от интегральных сумм. Тогда, раз у нас для любого ε больше 0 существует дельта, такое, что для любого разбиения x катая, для любого выбора внутренних точек x катая, соответствующие интегральные суммы отличаются от своих интегралов не больше, чем, например, на ε пополам, то интегральная сумма для h отличается от суммы или разности интегралов не больше, чем на следующую величину. Во-первых, заметим, что интегральная сумма для h – это сумма h в точках кси катая на дельта x катая, а h – это g в точке кси катая плюс или минус f в точке кси катая. А значит, можно разбить на сумму g умножить на дельта x катая, f умножить на дельта x катая. То есть это будет интегральная сумма для g плюс или минус интегральная сумма для f. Ну а раз интегральная сумма для h располагается в сумму двух интегральных сумм, то это представимо в виде интегральная сумма для g минус i1 плюс-минус интегральная сумма для f минус i2. Модуль суммы не превосходит сумму модулей, значит, все это не превосходит ε. И мы показали, что существует предел интегральных сумм для функции h, и он равен, соответственно, сумме или разности интегралов. И теорема доказана. Примерно по такой же схеме можно рассмотреть теорему 9. Схематично совсем уж изложим ее. Пусть функция f от х интегрируема на сегменте АВ. c – это константа вещественная. Тогда функция h, равная c умножить на f от х, тоже интегрируема на сегменте. И интеграл от А до Б h от х по dx равен c умножить на интеграл от А до Б f от х по dx. То есть константу можно вынести из-под знака интеграла. Доказывать так подробно не будем. Заметим единственное, что интегральная сумма для h равна c умножить на интегральную сумму для f. Тривиальное рассуждение здесь приводит к этому виду. Ну а дальше примерно в таком же виде заметить, что интегральные суммы для f сходятся к своему интегралу. Значит, все это сходится к c умножить на интеграл. И теорема доказана. Фактически из этих двух теорем можно сформулировать такое утверждение. Если у нас есть несколько интегрируемых функций, если у нас f1, f2, fm интегрируемы на сегменте АВ, то тогда функция h от х, линейная комбинация функций f, то есть сумма c и тх умножить на f и t от х, ой, и от 1 до m, тоже интегрируема на соответствующем сегменте АВ. И интеграл от А до В h от х равен линейной комбинации интегралов. То есть c и т умножить на интеграл от А до В, f и т от х по дх. Для доказательства этого следствия надо просто последовательно применять теоремы 8 и 9. Еще одно замечание к теореме можно как следствие оформить. Пусть функция f от х интегрируема на сегменте АВ. А функция g от х отличается от f от х в конечном числе точек. тогда g от х тоже интегрируема на сегменте АВ. и более того, интеграл от g от х равен интегралу от f от х. То есть суть утверждения следующая. Если мы взяли интегрируемую функцию и поменяли ее в некоторых точках, в конечном числе точек, на интеграл это никакого влияния не окажет. То есть интегрируемость это такое большое свойство функции на сегменте, и значение функции в некоторых в конечном числе точек, в общем-то, на значение интеграла и на свойства интегрируемости никакого влияния не оказывают. То есть вот была у вас функция, вот была площадь под графиком, но взяли в каких-то точках, вот поменяли значение функции. Ну что, площадь изменилась от этого. Пункция вроде как разрывная стала, или наоборот можем разрывную сделать, непрерывную превратить. Но изменение функции в конечном числе точек на значение площади под графиком никакого влияния не оказывает. Докажем это следствие. Рассмотрим разность. g от x минус f от x это h от x. g и f отличаются в конечном числе точек, а поэтому разность равна какие-то значения h и t в каких-то точках это и t, их конечное число l, а в остальных точках функция равна нулю. То есть если у нас функции отличаются в конечном числе точек, то разность это функция, которая принимает конечные значения в конечном числе точек. Во-первых, заметим, что функция h ограничена. h от x, она имеет вот такой вид на сегменте a, b. У нее есть несколько точек, в которых она отлично от нуля. И вот в точке это 1 функция принимает значение h1. В точке это 2 функция принимает значение h2. Ну и так далее. Во-первых, функция заведомо ограничена. Модуль h от x не превосходит максимум среди модулей h и тых по i от 1 до l. У нас точек таких конечное число, поэтому максимум по конечному множеству всегда существует. у функции конечное число точек разрыва, поэтому она заведомо интегрируема. h от x интегрируема, как ограниченное с конечным числом точек разрыва. Но более того, можно показать, что интеграл от a до b h от x по d x равен нулю. Ну, схема примерно такая же, как мы использовали для доказательства того, что интеграл от функции Дерехле равен нулю. От функции Риммана. Возьмем узкую полоску от ε пополам до минус ε пополам. Вне этой полосы у функции h находится конечное число точек, да всего на самом деле меньше, чем l. Поэтому разность между интегральной суммой и нулем, если мы возьмем разбиение х-катая с диаметром не превосходящим дельта от ε равное, например, даже проще можно сделать. Берем любое разбиение с диаметром не превосходящим ε поделить на 2L это число точек. Ну и давайте вот это вот как-нибудь максимум обозначим h большое. и вот здесь вот еще допишем h большое. Тогда разность между интегральной суммой и нулем, то есть это разность сумма по i от единицы до k h точка кси катая на дельта икс катая ну, минус 0 не превосходит следующую величину. Разобьем всю сумму, ну, так же действительно, как мы это делали для функции Риммана на две части. У нас есть при разбиении сегменты, на которые могли попасть точки это и т. и есть сегменты, на которых таких точек нет. Да. Вот так. Правильное замечание. Итак, у нас есть сумма по тем сегментам, где есть точки это житое и есть сумма, где нет точек это житое. Разберемся со второй суммой. Если на каком-то частичном сегменте у нас нет ни одной точки это житое, то функция там тождественно равна нулю, и поэтому вот эта сумма равна нулю, потому что значение функции h на всем частичном сегменте тождественное ноль. Значит, есть у нас только первая группа слагаемых, а она не превосходит вот какую величину. Значение функции в точке не превосходит h большое, а остается сумма длин частичных сегментов. Каждый частичный сегмент не превосходит дельта от эпсион. И вопрос, сколько таких частичных сегментов может быть? Каждая точка это и т может нам испортить максимум два соседних частичных сегмента. Поэтому будет еще умножить на 2l. Всего у нас число сегментов 2l может быть испорченных вот этими точками это. Как обычно все сократилось, осталось эпсилон, мы показали, что существует предел интегральных сумм, и он равен нулю. Значит, действительно интеграл от функции h равен нулю, то есть если у нас функция отличается от нуля в конечном числе точек, то интеграл равен нулю, а тогда g от x равняется в силу определения h f от x плюс h от x, а значит интеграл от g от x равен сумме интегралов от f и h h но последний интеграл равен нулю, то есть реально его нет и отсюда получаем, что интеграл от g от x совпадает с интегралом от интеграл от g от x совпадает с интегралом от f от x и утверждение доказано. Итак, изменение функции в конечном числе точек никак не влияет ни на саму интегрируемость ни на значение интеграла. теорема сколько? 10, да? Пусть f от x и g от x интегрируемы на сегменте АВ тогда произведение двух функций f от x и g от x интегрируемая функция на сегменте АВ докажем это утверждение обращаем внимание что в этом случае мы ничего не говорим о значении интеграла вот для суммы мы говорили что интеграл от суммы равен сумме интегралов здесь как-то связывать это с интегралами от произведения и так далее не получается никакой связи нет но само свойство интегрируемости для произведения есть произведение интегрируемое на сегменте АВ доказательства вот оно такое короткое теперь перевод на русский язык да чтобы это значило заметим что функция квадрат является липшицевой функцией на любом конечном сегменте потому что у квадрата производные ограничены на любом конечном сегменте поэтому это липшицева функция а дальше следующее f и g интегрируемы поэтому f плюс g интегрируема f и g интегрируема поэтому f минус g интегрируема суперпозиция интегрируемой f плюс g и квадрата интегрируемая функция суперпозиция f минус g интегрируема и квадрата интегрируемая функция разность двух интегрируемых функций это интегрируемая функция интегрируемая функция умножить на константу одна четвертая это интегрируемая функция все То есть на самом деле здесь просто несколько раз применяем теоремы об интегрировании суммы, разности, суперпозиции или умножении функции на константу. Но еще раз повторюсь, про само значение интеграла ничего, к сожалению, сказать нельзя. Надо считать его. Итак, поговорили о свойствах, когда мы разные функции рассматриваем под знаком интеграла. Сумма, разность, произведение, суперпозиция. А теперь ряд свойств интегралов, которые касаются изменения сегмента, на котором мы интегрируем функцию. До сих пор сегмент у нас был фиксирован, а функцию мы меняли. Теперь функция одна и та же, а сегменты будем рассматривать разные. Теорема 11. Пусть функция f от x интегрируема на сегменте АВ. Тогда f от x интегрируема на любом сегменте c, d внутри сегмента АВ. То есть суть следующая. Если у функции все хорошо на сегменте АВ, то уж тем более все будет хорошо на любом внутреннем сегменте c, d. То есть если, так интерпретируя картинку, существовала площадь под графиком на сегменте АВ, значит и на сегменте c, d площадь под графиком определена. Докажем это утверждение. Рассмотрим критерии интегрируемости. Для любого ε больше нуля существует разбиение x катая, разбиение сегмента АВ. Такое, что разность между верхней и нижней интегральными суммами не превосходит ε. Вот как-то сегмента АВ разрезали. Точки c и d в это разбиение могли попасть, могли не попасть. Рассмотрим разбиение x катая штрих. Это измельчение x катая путем добавления точек c и d. Вот добавили еще и вот эти вот точки, чтобы были. Так как новое разбиение это измельчение старого, верхняя интегральная сумма могла только уменьшиться, нижняя только увеличится. Поэтому разность между новыми интегральными суммами, верхней и нижней, тем более будет меньше, чем ε. Но что это такое вот? Это разность между супремыми и инфинами на сегментах. Все это еще раз повторю, это не превосходит ε. Но если мы порезали сегмент АВ и в качестве граничных точек у нас фигурировали еще и точки c и d, то разбиение сегмента АВ породило разбиение сегмента cd. Мы можем взять только те частичные сегменты, которые лежат внутри сегмента cd. Это будет какая-то часть, условно говоря, вот этого разбиения x катая штрих. Мы берем какие-то частичные сегменты, вот они, и только их и используем. Значит, x катая штрих порождает разбиение x катая, давайте назовем со звездочкой, разбиение сегмента cd. Чтобы это произошло, нам и потребовали, соответственно, точки c и d, чтобы они вошли как граничные точки сюда. И давайте рассмотрим разность между верхней и нижней интегральными суммами для нового разбиения. Это будет, опять-таки, сумма вот такого же вида. Разности между супремовым и инфином функций на сегменте умножаются на длины сегментов. А в чем будет отличие вот этой суммы от этой? На самом деле, здесь используется только часть слагаемых вот из этой суммы. Но слагаемые-то здесь не отрицательные. Поэтому, если мы из всей суммы, из 150 слагаемых, используем только 76 слагаемых, то суммы будут связаны вот таким знаком неравенства. То есть, если мы из всей большой суммы возьмем только часть слагаемых, то сумма только уменьшится. Но если вот это было меньше равно, чем эпсилон, значит, и вот эта разность меньше равна, чем эпсилон. Тем самым мы показали, что для сегмента CD выполнен критерий интегрируемости. И теорема доказана. И теорема 12. Но прежде чем теорему 12 сформулировать, по крайней мере, введем следующее определение. У нас есть определение, что такое интеграл функции на сегменте от а до b, где а строго меньше, чем b. А теперь давайте введем следующее определение. Под интегралом от а до а, f от х по до х, будем считать, что он определен, и равен нулю. То есть будем считать, что если у нас верхний предел совпадает с нижним пределом, то интеграл определен и равен нулю. И еще одно определение. Если у нас есть сегмент f от х, интегрируемый на сегменте а, b, где а меньше, чем b, то под интегралом от b до а понимается минус интеграл от а до b. Итак, мы теперь определили интеграл для случая, когда нижняя граница больше, чем верхняя граница. В этом случае, когда пределы интегрирования, так скажем, в неправильном порядке расставлены, мы под этой конструкцией понимаем следующее. Давайте поменяем пределы интегрирования, поставим их в правильном порядке, посчитаем нормальный интеграл, как предел интегральных сумм. И если этот предел интегральных сумм существует, поставим перед ним знак минус, и будем считать, что это и есть интеграл от b до а. Ну и теорема 12. Сформулируем, а докажем в следующий раз. Пусть функция y равняется f от x, или пусть для функции, я так напишу, существует интеграл от а до b, и интеграл от a до c, тогда, интеграл от b до c, тогда для функции f от x существует интеграл от a до c, и он равен сумме интегралов от a до b, и от b до c. Геометрический смысл. Если брать нормальное расположение точек a, b и c, a меньше чем b, b меньше чем c, то смысл теоремы такой. Пусть существует площадь от a до b, и пусть существует площадь от b до c. Тогда существует площадь от a до c, и она равна сумме площадей от a до b, плюс площадь от b до c. Один из вариантов теоремы мог бы звучать так. Пусть функция интегрируема на сегменте a, b, интегрируема на сегменте b, c, тогда она интегрируема на сегменте a, c, и интеграл равен сумме интегралов. Но мы сформулировали теорему именно вот в таком виде. Пусть существуют интегралы. Формулировка теоремы чуть хитрее. Теорема справедлива при любом взаимном расположении точек a, b и c. Они могут располагаться в неестественном порядке, и тем не менее, и справедливо существование интегралов, и справедливо вот эта формула, которую еще раз подчеркну, справедливо при любом взаимном расположении точек a, b и c. Но доказательства приведем в следующий раз. На сегодня все. Влезо. Есть. 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 Продолжение следует...